Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городские подробности». В студии я Марина Паукова. И сегодня у нас в гостях Борис Владимирович Беляев, глава администрации городского округа город Кумертау. Мы будем говорить о жизни нашего родного Кумертау. Добрый день! Борис Владимирович, мы с вами уже несколько раз встречались, обсуждали несколько тем. И один из самых, наверное, популярных вопросов, который больше всего волнует наших горожан, это был вопрос по ОДН на электричество. В одном из эфиров я вам обещала, что мы сделаем сюжет на эту тему. И вот сегодня мы его подготовили. Давайте посмотрим материал Амира Кидрасова. В городе появился вор, который обкрадывает жителей, а точнее семейные бюджеты и имя его ОДН. Очередная квитанция за электрическую энергию с почтовых ящиков жителя города достает вооружившиеся сердечными каплями. В Кумертау есть случаи, когда ОДН превышает саму плату по счетчику. Среди горожан не утихают споры, за что мы платим, а главное – за кого. В последнее время число обращений в редакцию телевидения, так же, как и в коммунальной компании и контролирующей органы, возросло значительно. Знакомые живут в разных кварталах города, и у всех такая картина. И сразу, когда перешли, сразу непонятное действие. За третий месяц пришла сумма 357 рублей. Это у всех, у всего города. Уровнил. Это так, старт, то и цена, потом это все выровняется, потом это выровняется. У нас где-то было по счетчику 220, наверное, рублей. И так никто не выравнивает, это все сходит. В компании СКБ ситуацию понимают. После перехода на непосредственные расчеты с жильцами, плата за ОДН действительно выросла. Этому есть объяснение, говорят в компании. Ранее, когда расчеты производились через РЭО, управляющая компания не имела права выставлять жильцам всю разницу между показаниями квартирных приборов учета и общедомового счетчика. Сейчас же в СКБ призывают домкомов переписывать показания индивидуальных счетчиков 25 числа каждого месяца и передавать сведения специалистам. Конечно, ситуация, понимаем, вот она сегодня напряженная ситуация, тяжелый такой вопрос социальный, пенсионеры и вот эти начисления, когда каждая копейка экономится, бережется, и вот такие вот начисления. Здесь что могу сказать? Я тоже бы возмущаюсь, наверное, не согласен, но по-другому, другого метода нет, другой формулы нет. А эта технология, этот расчет, он утвержден постановлением 354 правительства Российской Федерации о предоставлении коммунальных услуг. Там все записано. И мы, как ресурсоснабжающая организация, уменьшить, изменить, но не в силах. Другой вопрос, мы можем помочь, что мы и делаем. Сегодня мы активно проводим сами обходы. Сегодня мы предлагаем и участвуем в замене приборов учета. В доме по окружной 13 домком занялась такой работой еще в конце прошлого года. Поначалу приходилось штурмовать офис компании СКБ так же, как и многим горожанам. Спустя несколько месяцев можно подвести определенные итоги такой общественной работы. Как третий месяц мы снимаем показания общеквартирных счетчиков, ой, квартирных, да, по всему дому и передаем. ОДН меньше стало, больше? Ну, немножко меньше, да. Но этого недостаточно. У нас очень много старых счетчиков, их еще надо заменить. Поэтому еще этого мало, конечно. Также специалисты СКБ рекомендуют менять старые счетчики, класс точности которых сегодня уже не соответствует, а также обращать внимание на подозрительное вмешательство в сеть. Теперь к ситуации, почему в прошлом году строка электрической энергии исчезла из общей квитанции и почему нам стали энергетики присылать отдельную платежку. Все просто. Рео накопили долги перед СКБ в общей сумме превышающей 30 миллионов рублей. Далее последовало разбирательство в суде. Счета управляющих компаний были арестованы. Долг превысил далеко три месяца. Далеко три месяца превысил. И это послужило основанием. Ведь смотрите ситуация какая. Либо надо отключать жителей, а их нельзя отключать, потому что они добросовестно оплачивают. На каком основании? Управляющая компания, собирая денежные средства, с ресурсоснабжающими организациями не рассчитывается. И это повсеместно. Масса случаев, когда они на этом этапе банкротятся, ликвидируются и долги зависают, которые не с кого спросить, не с кого взять. Сейчас Рео гасит задолженность перед энергетиками и со строкой УДН это никак не связано, заверяют коммунальщики. Скорее всего, строка содержания, которая у многих выросла после Нового года, помогает рассчитаться со старыми счетами. Ведь иных доходов у Рео нет. А это значит только одно. Вновь у жителей возникнут вопросы. Сегодня стало известно, что администрация города за подписью заместителя главы по ЖКХ подготовила письмо в прокуратуру, дабы последние проверили деятельность ресурсоснабжающей организации по части начисления УДН. Итак, наконец-то мы получили комментарии директора коммерческого филиала энергосбытовой компании господина Богатырева. И завтра в нашем эфире вы можете увидеть подробное его интервью. Так что следите за нашим эфиром. 19.00. Начало. Программа «Прямая речь». Борис Владимирович, ну а мы с вами давайте возвращаемся. Я думаю, что к этой теме мы еще вернемся в наших программах. Сейчас у нас более глобальная, более важная, наверное, тема, новость, которой жил наш город на прошлой неделе. Это все ждали митинга, который должен был состояться в субботу по поводу поддержки работников коммерческого авиационного предприятия. Ну и приезжали у нас представители вертолетов России в город, решались очень многие вопросы и проблемы. И вот все-таки люди на площадь вышли у нас в субботу. И как вы можете прокомментировать эту ситуацию, вообще ваше отношение ко всему этому? Да, действительно, у нас на градообразующем предприятии такая серьезная, сложная ситуация складывается. Нас всех беспокоит, каждую семью города Кументал беспокоит работа нашего градообразующего предприятия. Сегодня там работает порядка 3,5 тысяч человек. Статистика последних лет показывает о том, что объемы производства, они снижаются, сокращаются. В результате, соответственно, и выручка падает, в результате и зарплата уже может быть понижаться. Но, тем не менее, на сегодняшний день зарплата, слава богу, она держится на уровне даже с сопленным ростом идет. Мы в последнее время видели, еще раз повторюсь, что сокращение производства идет. Если смотреть по годам, то 2012 год Кумапо отгрузила продукцию на 7,5 миллиардов рублей, 7,7 миллиардов рублей, то в 2014 году это практически цифра в два раза упала. Конечно же, это волнует каждого работника Кумертаусского авиационного завода, потому что им нужна работа, чтобы зарабатывать, чтобы получать хорошую заработную плату. И судьба завода, еще раз повторюсь, беспокоит каждого Кумертаусского. Ну да, конечно, не только работников предприятия, но и каждого гражданина, скорее всего. И когда родилось письмо, попало оно в Центр занятости о том, что на заводе на нашем планируется сокращение порядка 690 человек, конечно же, мы понимаем работников завода, мы понимаем профсоюзную организацию Кумертаусского авиационного завода. Это их немного возбудило и, конечно же, вылилось в то, чтобы проявить недовольство и проявить определенное там в соответствии с правовым полем митинг в городе Кумертау, о том, чтобы не сокращать работников, о том, чтобы объемы производства увеличились на Кумертаусском авиационном заводе. Инициатива пошла от профсоюзного комитета. Мы, как администрация, конечно же, мониторим ситуацию на заводе, обеспечили бы безопасность проведения такого мероприятия, звуковое сопровождение, то есть создали бы все условия. Очень отрадно то, что в это время приехали работники вертолетов России, первый заместитель генерального директора по финансам, Козлов Вячеслав Владимирович, руководитель аппарата управления Коптеркин Юрий Александрович. Они были у нас на прямом эфире, телерадиокомпании «Арис». Все четко разложили. До этого, конечно же, происходили консультации в правительстве Республики Башкортостан. Встречались они и с вице-премьером Шароновым Дмитрием Владимировичем, человеком, который курирует именно промышленность Республики Башкортостан. Встречались с министром промышленности Республики Башкортостан. Они, конечно же, предоставили определенную концепцию развития Кумертауского авиационного завода. Потом далее они приехали в Кумертау и встречались с заводчанами. Я так понимаю, что они общий язык нашли. И исходя из того, что какая-то недостаточность информационной политики на заводе, именно возбудили такие слухи, что завод может умереть. Мы, в принципе, надеемся на то, что благодаря консультациям и с профсоюзами Кумертауского авиационного завода, и благодаря консультациям и с профсоюзами Авиапрома Республики Башкортостан и заводчанами достигнуто соглашение определенное. И было на официальном сайте вертолетов России. И мы в местной прессе напечатали совместное заявление холдинга вертолета России и профсоюзов авиапромышленности о том, что никаких сокращений на заводе не планируется. В 2015 год будет полностью загружен продукцией той или иной на заводе Кумертауского авиационного предприятия. Значит, порядка 10 миллиардов рублей была озвучена сумма, которая должна будет освоена, или выручка авиационного предприятия в 2015 году. Но мы надеемся на то, что эти действительно показатели будут выполнены. Исходя из того, что говорил Козлов Вячеслав Владимирович, загрузка полностью обеспечена. Главное, чтобы наши заводчане выполнили этот объем работы. Ну да, такое громкое заявление он сделал. Главное, чтобы теперь справились с работой. Но я уверен, что если правильно поставить задачу перед нашими заводчанами, если правильно подготовить вводную информацию, то наш завод не с такими задачами справлялся. У нас и больше были объемы производства. Поэтому нам бояться нечего. Завод у нас мощный, у нас профессионалы трудятся на нашем заводе. Поэтому я уверен, что те объемы, которые вертолеты России спустят на Кумертауский авиационный завод, они будут обязательно выполнены. А вот само соглашение вы видели? Что там в нем вообще прописано? Нет, соглашение я не видел, но оно распространено в официальных средствах массовой информации. И на сайте вертолетов России этого достаточно того, что все-таки это заявление есть. Сюда в студию они с ним приезжали, с соглашением. Да, они уже приезжали с ним, я так понимаю. Это соглашение же мы напечатали в нашей газете Кумертауское время. Поэтому у нас есть все-таки основания верить вертолетам России. Я надеюсь все-таки, что все обязательства, которые они взяли на себя, загрузить предприятия, не доводить до сокращения людей. И если будет какое-то сокращение, то это будет часть штатных единиц. Если у нас есть в последующем их переквалифицирование, тогда это в принципе здорово. Все-таки предприятие должно развиваться, новые кадры должны быть. Потому что у нас очень прекрасный авиационный институт, университет в городе Кумертау. Кадры растут, там учатся наши студенты, наши люди. Поэтому они должны обязательно найти работу на нашем авиационном заводе. – Борис Владимирович, вот ваша позиция ясна. Вы сегодня встречались с главой республики Рустамом Хамитовым. Он как-то обозначил свою позицию по нашему заводу? Потому что, вот сейчас, подождите, мы вернемся сейчас к вопросу. Я задам вопрос чуть позже. Потому что мне хочется напомнить всем телезрителям о том, что когда приезжал в наш город глава республики Рустам Закевич Хамитов, он сделал заявление со сцены на собрании с работниками Кумертауского авиационного предприятия. Давайте послушаем, что он сказал тогда. – Одно могу сказать, что мы, безусловно, будем работать на то, чтобы Кумертауское наше предприятие, наше объединение, завод, как угодно, чтобы он жил, развивался и имел хорошую перспективу. Это я вам точно обещаю. Абсолютно точно. И для меня другого подхода в этом смысле быть не может. – Итак, Рустам Закевич пообещал, что он будет всячески поддерживать Кумертауское авиационное предприятие, и он обещает, что завод будет развиваться и жить. Вот сегодня какова его позиция? Что он сказал? – Позиция, она не поменялась абсолютно. Сегодня на оперативном совещании у главы республики я доложил ситуацию в городе Кумертау в целом и, конечно же, в частности по нашему заводу. Рустам Закевич так и сказал, что для него самое главное – это люди. Люди, которые работают на Кумертауском авиационном заводе. Для него важно, чтобы это предприятие развивалось. Сегодня у него состоялся телефонный звонок с Михеевым Александром Александровичем. И тот заверил его, что заявление, которое было совместно напечатано и озвучено «Холдингом вертвета России», оно будет исполняться. И Рустам Закевич мне дал четкое поручение, что еженедельно мы мониторили ситуацию и по сокращению, и по увольнениям, и по загрузке этого предприятия. Поэтому я хочу еще раз сказать, что Рустам Закевич знает полностью ситуацию в городе Кумертау, владеет этой ситуацией и мониторит ее, и будет всячески поддерживать то, чтобы завод города Кумертау, авиационный завод, он развивался. — То есть на митинге горожане очень активно говорили о том, что не особо доверяют соглашениям и таким заявлениям. Как вы считаете, стоит верить? — Я считаю, стоит верить. Мы сами по себе, россияне, привыкли верить. Но тем более это были очень громкие заявления. Теперь я надеюсь на то, что все-таки руководство вертолетов России, оно обещано исполнит. И мы всегда будем надеяться на это. И работать будем для того, чтобы помочь вертолетам России исполнить те или иные заказы, чтобы Кумертауевский завод никогда не подводил вертолеты России. Это важно для нас. Нам важна в городе Кумертау стабильность тех или иных предприятий. А Кумап — это для нас градообразующие предприятия. И особое внимание мы будем уделять ему, конечно же. И тем работникам, которые работают непосредственно на заводе. — Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии прямого эфира 2-26-99. Звоните, задавайте ваши вопросы. Ну а мы продолжаем обсуждать ситуацию на Кумертауском авиационно-производственном предприятии. Борис Владимирович, вот как итог, наверное, создания инициативной группы и создания такого письма к президенту России. Вот вы как относитесь к этому? И как вы считаете, должно ли это быть? Правильный ли это итог? — Я знаю, что наши ветераны авиационной промышленности в городе Кумертау инициируют вопрос о написании письма президенту Российской Федерации, чтобы на самом высоком уровне можно было обратить внимание на наш завод. Но хочу сразу сказать, что на наш завод обращено самое высокое внимание Российской Федерации. Но то, что создана такая инициативная группа, это право инициативной группы. Главное, чтобы это все было в рамках правового поля. Собирать подписи, безусловно, конечно же, имеет каждый гражданин Российской Федерации. Я думаю, что тут ничего такого страшного нет. И то, что оно будет направлено президенту Российской Федерации, это еще говорит о том, что все-таки наши кумертауцы, горожане, они действительно душой болеют за наше предприятие. Я напомню телезрителям, о каких подписях идет речь. С 5-го числа на площади Советов будет стоять палатка, где будут собираться подписи в поддержку работников коммертавского авиационного предприятия. Так ведь? Ну, наверное, это все-таки инициативная группа. Борис Владимирович, вот свою позицию по отношению к коммертавскому авиационному предприятию. Вы еще озвучили, когда у нас на прошлой неделе прошла прямая линия, где транслировалась онлайн ваш отчет за 2014 год. Вот эта позиция, она из года в год меняется как-то, если, например, сравнить с 2013 годом, или на будущее как-то, или она остается той же, и вообще, как город развивается у нас? Можно ли как-то вот по итогам вот такой вот встречи, вашего отчета сказать, город движется, развивается, или он все-таки чуть-чуть вот мы его... Нет, если сказать в целом об отчете, который я докладывал буквально 2-3 дня назад, то мы старались охватить все сферы жизнедеятельности нашего города, и экономическую часть, и жилищно-коммунальную сферу, и социальную сферу. В целом, если смотреть о том, как развивается город, то город развивается. У нас очень активные предприниматели. Если смотреть долю, значит, в объеме отгруженной продукции наших предпринимателей и Кумертовского авиационного завода, то эта доля, она с каждым разом повышается не за счет того, что снижается доля КумАПП, а за счет того, что с каждым годом рост объемов выручки наших предпринимателей растет. Это самое главное. У нас, как вы видите, построено несколько и социальных объектов, у нас построен магазин «Магнит», это тоже рабочие места. У нас буквально на днях откроется торговый разыскательный комплекс Кумертау. Там тоже же рабочие места. С каждым разом мы стараемся, каждым годом стараемся возводить те или иные здания, которые благоустраивают город Кумертау и улучшают его архитектурный облик. Повторюсь, то, что мы разработали детальные проекты планировок в нашей центральной части города. Все двухэтажки у нас снесутся и будут нормально девятиэтажные, пятиэтажные дома. У нас, повторюсь, опять же, разработано порядка 23 проектов инвестиционных на 13 миллиардов рублей, которые будут предоставлены в федеральные фонды для того, чтобы поддержать наших предпринимателей по их финансированию. И в результате реализации этих проектов появится более 2-2,5 тысяч новых рабочих мест. В принципе, эта работа очень трудоемкая, очень тяжелая, сложная. Нам приходится часто ездить в Москву. Но хотя бы из этой доли, из этого объема проектов, хотя бы 2-3, 4-5 максимум проектов, вышло бы в реальный режим времени. Да, хорошо. Да, и тоже будет хорошо. Но упаднического настроения быть не должно. К сожалению, сейчас, ну во всем мире сейчас идет кризис. Мы маленький городок, большой такой стране, тоже ведь не исключение. У нас тоже есть свои проблемы. У нас, к сожалению, на некоторые лекарства повышаются цены. Это в госаптеках. У нас мониторятся цены по 43 видам продуктов, социально значимых продуктов питания. По некоторым из них, по 25 позициям, наши предприниматели держат максимальную наценку 10%. По некоторым продуктам питания у нас средняя цена ниже, чем в республике. Это тоже ведь важно. Самое главное, чтобы у нас не слишком дорогая была еда, потому что питаться надо. Мы кризис-то пройдем, нам это время надо пережить, но не забывать питаться. И поэтому, ну все пройдет, за плохими временами наступают и хорошие времена. У нас сейчас очень активно развивается класс трогольной промышленности. Об этом тоже неоднократно говорил. И надежда такая, что буквально в этом году уже мы получим определенное финансирование не только с республики, но и постараемся сделать так, чтобы нам помогла Российская Федерация. Дополнительно это все-таки 500 основных рабочих мест, плюс тысячу не уже вспомогательных рабочих мест. То есть у нас есть к чему стремиться. Мы не идем назад. У нас, хотя немножко рождаемость понизилась, но и у нас и смертность понизилась. У нас миграционный отток меньше стал. Мы идем, можно сказать, по темпам, миграционным темпам, плюс 110 человек по сравнению с прошлым годом. Это тоже, как никакая, но циферка, но это победа наша. Люди перестают уезжать, хотя уезжают. А ток идет серьезно. Если так грубо сказать, 2000 человек уехало, 1990 приехало. То есть все равно город развивается и движется много со временем, становится более современным, как и внешний облик, так и внутренние его составляющие. У нас все для этого есть, чтобы так было. У нас есть и возможности, к сожалению, пока нам придется оптимизироваться в этом году, потому что поступление денег в бюджет, он немножко сократится. Это в связи с тем, что кризисные явления сейчас все-таки не дают о себе знать. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Да, да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Борис Валерьевич, добрый вечер сначала. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, я постоянно езжу по вахтам, приезжаю и смотрю на состояние дорог. Бываю, ну, как бы в России, в многих городах, да? Вот, и смотрю уже практически 10 лет, у вас ездит одна и та же техника по дорогам. Я учился в 8 классе, у вас были поливомощные машины ЗИУ приобретены в городе, да? И они до сих пор работают. А у вас когда-нибудь будет меняться техника какая-нибудь? Одна в ляцию, чтобы состояние дорог улучшалось. Спасибо. Если техника будет хорошая, как бы надежная, да, покупаться, мне кажется, и дороги будут чиститься лучше, а не так, как Куров сказал, мы из шести трассеров сделаем три и будем чистить тротуары. Нет, я не знаю, возмутило, неужели наш город не может ли обойти технику? Ведь километраж дорог-то увеличился, правильно? Альябров, шахтерки строятся, километраж дорог увеличивается, все предприятия, которые раньше, как я помню, в молодые годы, отказались от чистить дорог, а на мудоре же все, правильно? Спасибо за вопрос. Вопрос хороший, конечно. Вы нам помните, в 2013 году мы огромное количество техники приобрели в городе Кумертау. Это больше она не снегоочистительная, а мусоровозы, 5 мусоровозов, 2 металловоза. То есть мы постарались приобрести технику, снабить техникой транспортную базу нашу, для того, чтобы хотя бы мусор сначала увозить. Но на 30 миллионов рублей мы приобрели технику в 2013 году. В этом году у нас такой возможности не было. Мы планировали как? Получим гранты, затеянные места, участвуем в конкурсах, чтобы быть первыми по самоблагоустроенной муниципальному образованию. Под эти самые дают, выделяют средства денежные. Вот мы в 2013 году получили, как мы, активно развивающуюся в социальном и экономическом плане муниципальное образование, 30 миллионов рублей. Мы максимум потратили на приобретение техники по вывозу мусора. В планах у нас было победить в конкурсе в 2014 году, чтобы получить средства и уже приобрести полностью, полностью обновить парк Мубдора. Но, к сожалению, у нас не получилось все-таки победить. Средства не выделены были. Поэтому это у нас следующий момент. Мы и просим республику, конечно, в порядке софинансированную, чтобы нам выделить энную сумму денег, чтобы мы приобрели новую технику. А что касается полевомойки, у нас две полевомойки, то мы в 2011 году приобрели новые на базе КАМАЗа. Те зилы-то, они уже, да, списываются, старенькие становятся. К сожалению, так и на самом деле есть. Но правильное все-таки такое видение вопроса, и наши горожане беспокоят вывоз снега, в первую очередь. Мы в этом году только вывезли порядка 8 тысяч тонн. И сегодня на оперативном совещании у главы республики тоже поднимался вопрос по вывозу снега из города Уфа. К сожалению или к счастью, я не знаю, во всех городах республики Башкортостан снега намного меньше, чем в Кумертал. Это не значит, что мы снег не убираем. Его просто чисто меньше почему-то. Меньше выпало даже. Даже вопрос стоял о том, чтобы начать весенние полевые работы уже как бы раньше. Но в городе Кумертал, как всегда, снег будет находиться до первого чуть ли не мая, пока он весь там не растает. Но мы в этом году вывезли снега больше практически в два раза, чем в прошлом году. Вы видите наши центральные улицы, они чистые, снега практически нет. А там, где на окраине города очень много его, к сожалению, это так. Но наш бюджет, еще раз хочу повториться, не такой уж и огромный, чтобы мы могли ежегодно покупать их на 30 миллионов рублей. Нам нужно платить за зарплату, нам нужно еще не забывать благоустраивать наши улицы, наши дороги. Нам нужно асфальтировать наши дороги. Но в любом случае это вопрос. У меня номер один на повестке дня. Мы каждый год, начиная с 15-го года, 14-й год был сложненький. Конечно, и 15-й будет сложненький, но мы будем стараться. У нас есть один вариант. Если получится нам все-таки победить, если получится нам хорошо мобилизоваться, оптимизироваться, и найти дополнительные источники доходов, мы обязательно в этом году начнем приобретать технику для Мокдора. Мы готовы принять еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да-да. У меня такой вопрос. Я старый житель, мне 82 года. Вот сколько живем в углу, у нас такой квартал, первый, считай, белый кумерталовский. Почему убрали сберкассу отсюда, а? Где? Тут своих домов, все старье, и мы тут пенсии получали. Еще раз скажите, где? Вот на Поколинин и лишь остроительной относятся. Это первый номер. Рядом с почтой? Рядом с почтой? Да-да. Спасибо за вопрос. Ну, вопрос интересный, конечно же, все-таки. Это больше, наверное, к Сбербанку. Но то, что там убрали сберкассу, конечно, с нами не советуется, с нами не согласовывают такие мероприятия. Хорошо, я этот вопрос переадресую Евгению Викторовне, руководителю Сбербанка по городу Кумертау. Мы этот вопрос буквально завтра обсудим. Но это, видно, удобно. Но, в принципе, почтовое отделение связи там очень тоже в хорошем месте расположено. Рядом со Сбербанком. Мне кажется, они дублировали приемы платежей, услуги дублировали. Почему нельзя воспользоваться так же почтовым отделением связи, так же, как и Сбербанком, например. Но этот вопрос уточню я хорошо. Если на самом деле идут какие-то оптимизационные, опять же, моменты и в Сбербанке, то тут уже политика Сбербанка России, сокращение там и так далее. Борис Владимирович, у нас есть еще сегодня видео-вопросы. Я сейчас попрошу редакторов вывести. Видео-вопрос в эфир. Уважаемый Борис Владимирович, я хочу к вам обратиться с просьбой. Вот, значит, я, Логинова Галина Дмитриевна, проживаю по 40 лет победы, 44, 425-я комната. Мы, жители этого общежития, значит, сейчас у нас нет коменданта. И у нас в общежитии, значит, вообще бардак, самый настоящий бардак идет. И вот я хочу, значит, вам назвать, что именно. Вы обратите внимание на то, что у нас вот творится. Значит, по квартплате. У нас, значит, в общежитии, допустим, зарегистрирован один человек, проживает 3-5 человек. Я живу лично 16 лет в этом общежитии. За все 16 лет, 12 лет тому назад делали капремонт. Сделали, значит, нам батареи в умывалке, сделали нам эти раковины. Все на этом. Текущих ремонтов нету. Капитального больше не было тоже. Значит, потом у нас еще сейчас очень много собственников там. Значит, кто живет рядом с умывальной комнатой, значит, проводят. Без вашего согласия, значит, через архитектуру не проходят. Значит, делают в комнату воду. У нас счетчики. Что на свет, что на воду. Это на всех раскидывается. Берется это по площади из человека. Борис Владимирович, ну вот прозвучал у нас видео вопрос, да, и как коснулся он в основном. Я так поняла, что воды проживают, например, там прописано в комнате там 3 человека, проживают по 5 человек, ну и, соответственно, пользуются. А то, что идет расход воды, делят на всех жителей и все платят за тех, кто живет там незаконно. Незаконно, да? И плюс к тому еще подключаются там как-то незаконно к воде. Вот такой вопрос. Это, кстати, больная тема в каждом многоквартирном доме, не только в общежитиях. Потому что люди сдают квартиры, прописан один человек, счетчика на воду нет. Соответственно, ему начисляется как на одного человека по нормативу. А он запускает туда квартирантов. Там семья молодая приезжает из 4-х человек, например, 2 детей, папа, мама. И уже на 4-х человек, соответственно, они эту воду расходуют. Но норматив там, а по нормативу им начисляют туда. И, соответственно, вот УДН-то откуда возникает? Вот какая-то разница. Есть УДН, который потом раскидывает на весь дом. Поэтому тот самый простой вариант – это заставить жильцов, заставить квартиранта установить там счетчик. Когда будет счетчик, по счетчику уже можно будет смотреть и видеть, кто сколько тратит воды. Это проблема везде такая. Но то, что подсоединились к трубе на кухне, конечно же, нам нужно туда направить контролеров. Контролеров с водоканала и контролеров с управляющих компаний. Мы этот вопрос возьмем на заметку, разберемся, конечно же. Давайте мы на следующем нашем с вами эфире этот вопрос изберем детально уже. Но, к сожалению, у нас не очень много времени, поэтому детально мы весь-весь-весь вопрос гражданки не сможем разобрать. Но я еще раз уверяю телезрителей, что все вопросы, поступившие в наш эфир, потом разбираются и даются ответы людям. У нас есть еще один видео-вопрос. Давайте мы его посмотрим. Почему нарушается 354-е постановление правительства о качестве поставляемых услуг? Это вот, кажется, тоже элеватор. Узлы отопления, элеваторы не работают, они зажаты. Нету одного манометра даже на них. Перепад давления 0,2, который обеспечивает подачу воды на 2 метра всего. В узлы подается 7,5 килограмм на сантиметр квадратный. А на стояк уходит 2,3, 2,2. И на обратку со стояка приходит 2,1, 2, соответственно. 10 узлов у нас, и все работают в этом режиме. Пятый этаж я живу. Деревянные полы. Вы были у меня, знаете. Паласы лежат. По полу без носок ходить невозможно. Полы холодные. Прошу принять меры. Борис Владимирович, ну я так понимаю, эти жители неоднократно уже обращались. Да. И вы были, проблема решается. На Гафури 10-м уже были, приходили, на пятый этаж поднимались вот к этому, скорее всего. Да, да. К горожанину. К горожанину, да. Смотрели, в доме очень тепло, в квартире тепло. Батареи горячие, посмотрели, просто не поняли в чем суть вопроса, потому что на самом деле было тепло. Но давайте мы еще раз проверим. Это, в принципе, это можем. У нас работа такая, у наших служб, чтобы мы смотрели, проверяли и рассказывали, объясняли людям, как правильно должно быть. Поэтому давайте еще раз заедем, посмотрим и уже ближе к этому вопросу, ответ дадим. Хорошо, у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый день. Я живу на улице Доковска, я уже, наверное, вас замучила, но обещания, как говорят, в три года ждут, уже не три, а четыре года прошло. Я все прошу сделать нам, пожалуйста, дорогу, заасфальтировать. У нас тут как дождь, весна, осень, грязь, дети утопают, у нас в грязи, идут в школу. Хотела я к вам записаться на прием, это было в феврале месяце, меня не записали, сказали, что вы такими делами не занимаетесь, у вас есть замы, да-да. В этом году вообще у нас дорога не чистилась. После каждого Бурана мы ходили в 119 кабинет и просили трактор, чтобы прочистили. А в последний раз, я не помню фамилию, 119 кабинет, он говорит, летайте на работу, это что за ответ такой? Как это мы можем летать? Спасибо за вопрос. Конечно же, такие ответы не должны звучать со стороны администрации, это, наверное, просто кто-то уже заработался, наверное, и уже чувствует, что он самый главный, наверное, в городе. Мы должны работать с людьми, мы должны их слушать, выслушивать, мы должны исполнять, по крайней мере, то, что они говорят, просят. Просят, это самое простое, почистить нам дорогу, чтобы мы могли спокойно ходить, не упасть там, не сломать ногу и так далее. Поэтому улицу Доковскую мы обещали заасфальтировать. В планы работы, которые улицы мы включали, к сожалению, бывает так, что не хватает финансирования. Эту улицу Доковскую я прекрасно знаю, мы до сих пор держим ее у себя в плане. У нас в этом году, в 2014 году, максимальное количество средств ушло на асфальтированные дороги улицы Палатникова. Мы за Вачаном красивую дорогу сделали, но в 2015 году мы постараемся на наши мелкие и маленькие дороги обратить внимание и как можно максимально их заасфальтировать при достаточном условии финансирования. Потому что, ну еще раз повторюсь, к сожалению, в этом году очень сложно будет нам с наполнением местного бюджета. Включим в план асфальтирования дорог, вывесим наш план асфальтирования дорог на 2015 год на официальном сайте. Ну и лично буду контролировать, чтобы он и выполнился, и, по крайней мере, чтобы получил финансирование. Спасибо за вопрос, спасибо за ответ. Борис Владимирович, у нас осталось совсем немного времени, есть еще одно видеообращение от наших горожан. Давайте мы его посмотрим. Выведите, пожалуйста. Во время городских торжеств во дворец на стадион проходят тысячи жителей. А находится тротуар на этой улице в очень плохом состоянии. Асфальт выбит, большие ямы, местами торчит металлическая арматура. Были случаи, даже несчастные случаи на этих тротуарах. Во время одной из встреч с главой администрации мы, инициативная группа, задали этот вопрос. Получили ответ, что ремонт тротуара будет запланирован на 2012 год. Прошел 2014 год. Результат нулевой. Состояние тротуаров даже ухудшилось. Ремонтные службы, водоканал, электросеть. Если производят ремонт, и трассы лежат под тротуаром после себя, или совершенно не заделают, или заделают место работы некачественное. Количество ям только увеличилось. Эти ямы весной, осенью, летом во время дождя заполняются водой. Для того, чтобы их обойти, нужно выходить на проезжую часть, что небезопасно. Особенно плохое состояние тротуаров по улице Схудобердина, от Ломоносова до Искужина по нечетной стороне, и от Искужина до Ленина по четной стороне. Хотелось бы получить конкретный ответ, будут ли производиться ремонтные работы на вышеуказанных участках. Ну что, вопрос, наверное, который волнует многих пешеходов в нашем городе. Да, тротуары, которые оставляют желать лучшего. Хорошие вопросы. Это правильные вопросы. Они нужны для города. Мы в прошлом году, хочу повториться, заасфальтировали по улице Энергетиков тротуар. Мы по улице Ломоносова сделали хороший тротуар. По улице Горького, там, где расширяем проезжие части, мы стараемся ремонтировать и тротуары тоже. Мы асфальтировали тротуар по улице Окружной, тоже очень хороший, удобный тротуар для жителей сделали. По улице Палатникова также мы расширили подорожное полотно и тротуар тоже хороший сделали для заводчан. По улице Худобердина у нас планы такие. Там у нас проходит теплотрасса, где находится у нас газон. Порядка 30 миллионов рублей нужно сделать так, чтобы эту теплотрассу реконструировать, ее усилить, расширить проезжую часть и параллельно с этим благоустроить красиво тротуар. Поэтому тут дело в средствах. Если мы завтра тротуар сделаем, послезавтра начнем копать, опять вопрос возникнет, что же вы так не планируете. Поэтому давайте мы уж немного потепим по улице Худобердина. Все-таки мы сначала реконструируем нашу теплотрассу, потом расширим дорогу и уже далее одновременно сделаем тротуар. Очень хороший, широкий тротуар для наших горожан. А что касается наших ресурсников, которые копают на тротуарах, на дорогах те или иные порывы, то сразу, конечно же, заасфальтировать нельзя, потому что грунт должен немножко осесть, чтобы потом опять яма не образовалась. По всем законам, можно сказать, хотя бы год, чтобы он отстоялся, зиму, весну прошел, и уже на следующий год можно будет его заасфальтировать. Но я учитываю этот момент, конечно же, мы ресурсно-набжающим организациям, водоканалам, теплосетям, скажем, чтобы они трамбовали, по крайней мере, грунт, чтобы там уж и не грязно было, а можно было спокойно проходить. Ну что, большое спасибо, Борис Владимирович, за то, что нашли время, пришли к нам в студию. Следующий эфир, я так понимаю, у нас будет где-то в середине марта получится. Уважаемые телезрители, я вас тоже хочу поблагодарить за то, что вы принимаете участие в нашей программе, соответственно, принимаете участие в жизни нашего города Комертау. Большое всем спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова